Привет! Это Сергей Пархоненко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Это уже третий сезон наших историй за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Итак, сообщество любителей этих историй вот уже почти год собирается на странице нашего подкаста в Патреон. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы тоже на patreon.com.sud, нижнее подчеркивание «еды» и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. 59-ю серию нашего подкаста мы вот сейчас выпускаем на свет. 59-ю. Я смотрю на темы, которым были посвящены все эти наши рассказы о гастрономической истории. И я не понимаю, как мы умудрились все это время проходить мимо некоторых совершенно базовых, таких основополагающих феноменов и событий нашей гастрономической цивилизации. Они основополагающие в прямом смысле. Вот на них буквально держатся основы нашей сегодняшней еды. И на них строятся важнейшие традиции. Они дают начало бесконечному множеству всяких вариаций. Они создают безграничную свободу для фантазии, для творчества. Ну вот, слава богу, мы в предыдущем выпуске с одной такой основой как-то начали разбираться. Это были заправки и соусы для всяких салатов. Там есть свои универсальные законы, свои базовые правила, своя научная основа. Некоторые удивились, что я эту вещь называл винегретами. Ну, это от французского винегрет, то есть масло с уксусом. А некоторые думают, что винегрет это обязательно что-то такое с вареной свеклой, с вареной картошкой, зеленым горошком и селедкой. Нет, есть на свете винегреты поважнее. А сегодня еще одна такая основа. Сегодня про шашлык. Когда человек только сделался обладателем самых первых разумных навыков, когда он только-только вот едва научился создавать и использовать свои самые первые инструменты, какие-то приспособления из камней, из палок, из частей убитых им животных, вот именно тогда он сделал одно важное, действительно эпохальное открытие. Он обнаружил, что мясо, которое он добывает на охоте, становится вкуснее, если его подержать над огнем или над раскаленными углями. И главное, оно легче жуется, и оно легче переваривается. Вот это вот было исключительно полезно в борьбе с конкурентами. У такого человека, который научился жарить свою добычу, освободилась масса времени от бесконечного жевания. И массу сил, которые требовались на это жевание, можно было сэкономить, можно было употребить их на что-то более полезное. Кроме того, вот эта быстро переваренная еда давала много энергии, много калорий. И опять-таки сил и настроения стало хватать на всякие важные занятия. Например, на то, чтобы о чем-нибудь думать. Мозг вообще очень прожорливый в энергетическом отношении орган. Он потребляет массу калорий. И чтобы его питать, надо переваривать быстро и много. Есть одна замечательная книжка американского антрополога по имени Ричард Ренгем. Там очень подробно разобраны и объяснены все эти первоначальные события и их значения. Она так и называется «Зажечь огонь, как кулинария сделала нас людьми». В оригинале «Catching fire – how cooking made us human». Очень вам советую. Прекрасная книжка, замечательно читается. И как-то очень укладывает в голове какие-то базовые изначальные вещи, которые всякому человеку, который интересуется историей гастрономической цивилизации и вообще историей человеческой цивилизации. Все эти вещи хорошо бы знать. Ну, надо сказать, что человеку тогда, в древности, надо было конкурировать не только со всяким диким зверем, со всякими прочими хищниками, но еще и с другими видами приматов, которые постепенно стали претендовать на то, чтобы тоже быть венцом творения. И они в себе развивали интеллект. Жили рядом неандертальцы. Когда-то наука считала, что они предшественники современного человека. Нет, это другой вид. Параллельный. Рядом еще жили другие виды. Например, вот то, что теперь принято называть гейдельбергским человеком. Следы таких людей во множестве найдены в разных районах современной Европы. От Южной Испании, Греции до Севера Германии. Вот все эти события, вся эта борьба разворачивалась примерно полмиллиона лет назад. Ну, некоторые считают, что даже больше. Может быть, даже 800 тысяч лет до нашей эры. Но чуть попозже, буквально чуть, случились некоторые важные для нас события. По всей видимости, самым древним, найденным на сегодняшний день свидетельством умения человека жарить мясо над огнем, надо считать находки, которые были сделаны недалеко от немецкого города Шёнинген. Это Нижняя Саксония, если вы себе представляете, недалеко от Ганувера. Там есть старинный карьер недалеко от этого Шёнингена. И в 90-е годы там были найдены легендарные шёнингенские копья. Это вот то, что сделало этот город известным на весь научный мир. И прославило этот город в мировой археологии. Это четыре очень древних деревянных копья. Их возраст оценивают примерно в 400 тысяч лет. Их можно считать самыми древними в мире деревянными инструментами, которые были созданы человеком. И это самое древнее оружие, которое когда-либо было найдено. Вот три из этих четырёх копий – это прям реально копья для метания. Они длинные, они тонкие. Они сделаны из цельных молодых стволов каких-то ёлок, которые росли в тех местах. И они так обточены, что самая толстая их часть и центр тяжести у них находится впереди, недалеко от острия. Ну вот примерно так устроены копья, которые метают сегодня на спортивных соревнованиях. Если центр тяжести впереди, то оно хорошо летит. А вот четвёртое копьё устроено немножко не так. У него центр тяжести в середине, оно короче, оно заострено с обоих концов, а один конец обгорелый. Вот считается, что его использовали не столько для охоты, сколько для того, чтобы потом употреблять в пищу добычу. На нём жарили куски мяса над огнём. Тем более, что там же, в этой же стоянке, около Шеннингена, найдено огромное количество костей всяких добытых тогдашними людьми стадных животных, оленей, бизонов, лошадей. Как раз вот на них эти древние люди охотились. Они их разделывали. На этих костях совершенно отчётливо видны следы воздействия всякими древними инструментами, в основном каменными, какими-то режущими, рубящими. И видно, что первоначально люди, конечно, особенно не заморачивались разделкой этой своей добычи. Так, в общем, слегка. Они пытались её жарить либо просто целиком, или очень большими кусками. Например, вот в том же Шеннингене найден целый таз лошади. И из него торчит палка до сих пор. Видимо, это вот как раз одна из тех палок, при помощи которых этот огромный кусок туши держали над огнём. И это было на протяжении ещё многих веков после этого универсальное и, в общем, единственное намерение человека в отношении этих вот убитых им животных – пожарить это животное целиком. Ну, совершенно очевидно, мы сами теперь можем в этом убедиться. Мы это с вами обсуждали в том выпуске, где речь шла о происхождении шаурмы или шавермы. Ну, в общем, вы поняли, вот это вот что крутится и жарится. Мы с вами тогда обсуждали, что, в общем, целое животное пожарить как есть невозможно. Ну, вот в современных условиях, когда есть совершенные печи со специальным куполом, когда можно заворачивать фольгу, когда можно там обдувать всякими фенами и вентиляторами, можно пожарить барашка или козлёнка, очень долго его вертеть, и он постепенно-постепенно будет доходить. Но, в общем, просто примитивно на огне пожарить невозможно. Снаружи будет гореть, а внутри ещё по-прежнему будет сырое. И насквозь ни за что не прожарится. И вот потом началась эпоха великих гастрономических открытий. Ну, и как это бывает с большинством открытий вообще, они были сделаны не от хорошей жизни, не просто из любопытства, а скорее по необходимости. Оказалось, что можно, конечно, держать над огнём целую огромную тушу и постепенно срезать с неё то, что уже пожарилось, слой за слоем. Это вот, собственно, и есть такая древняя шаурма. Пока, наконец, всё это мясо не кончится. А можно наоборот. Сначала разрезать эту тушу на кусочки, а потом жарить. И тогда эти кусочки прожарятся более или менее равномерно. И в разных частях мира догадались об этом в разное время. Такое впечатление, что вот такая манера сначала появилась в жарких странах. Ну, там, где теперь Арабский Восток, там, где теперь вот этот так называемый плодородный полумесяц, там, где Восточное Средиземноморье. Прежде всего, там на протяжении многих веков существовал уже дефицит топлива. В Европе, особенно в Северной Европе, леса было сколько угодно, можно было его вырубать, дрова можно было не экономить. А вот в этих пустынных районах с дровами было не очень. И оказалось, что вот эта вот жарко маленькими кусочками, она гораздо более экономна с точки зрения топлива. Кроме того, именно там, на Ближнем Востоке, в арабском мире, начал развиваться, ну, как теперь мы сказали, городской образ жизни. То есть люди стали жить большими поселениями, а это значит, что там начала развиваться торговля. Люди стали не добывать свое мясо самостоятельно и освежевывать его собственными руками, а во все большем и большем количестве случаев покупать мясо, предназначенное для сегодняшнего приготовления. И покупали они его в нужных количествах, относительно небольшими кусками, уже разделанное. Ну, есть же еще проблемы хранения, да, если купить сразу огромный кусок, он же протухнет, прежде чем вы его съедите. Ну, и вот так образовывалась эта манера, разделывать все более и более тщательно, разрезать на все меньшие и меньшие кусочки и жарить эти кусочки разными способами. Так человечество научилось жарить шашлык. Ну, разумеется, шашлыком его тогда никто не называл, до этого было еще далеко. А называли его кебабом. Вот тут мы обращаемся к моему любимому источнику. Есть такой памятник международному гастрономическому знанию, Всемирная гастрономическая энциклопедия, которая называется Oxford Companion to Food. Ее автором, ну, точнее, главой целой большой группы авторов, которые теперь поддерживают это издание, обновляют его, является замечательный гастрономический исследователь, историк, знаток по имени Эллен Дэвидсон. И вот он пишет в этом самом своем компаньоне, что... Кебаб – это кулинарный термин, который чаще всего встречается в форме шиш-кебаб, и означает небольшие куски мяса, жареные на вертеле. Ну, шашлык, как мы теперь это называем, это термин, который означает, в сущности, это же самое, и распространен он в странах Кавказа. Армения, Азербайджан, Грузия, там вот примерно все это называется шашлыком, происходит от этого самого шиша, несомненно. И разные другие слова, которые внешне, может быть, и не очень похожи на вот эту исходную форму, они тоже ведут свое происхождение оттуда же. Тот же Дэвидсон пишет, что, например, слово «кебаб» проникло на Балканы и превратилось там «чеваб» или там «чеваб-чи-чи» уменьшительное. Это вот то, что вы видите сегодня в Сербии, в Боснии и в разных других странах, бывшей Югославии, например. Если мы будем следовать за развитием слова «кебаб», то мы можем попытаться проследить, как сам этот метод приготовления, как сама эта гастрономическая манера подвигалась по миру, и как это происходило уже в относительно недавней истории, уже в таком почти современном мире. И все свидетельствует о том, что эта традиция, как и сама терминология, берет свое начало вот оттуда, с арабского Востока, с Восточного Средиземноморья, из Малой Азии. Тот же Оксфордский компаньон пишет, что в средние века арабское слово «кебаб» означало вообще «жареное мясо». И в одном из самых первых толковых словарей арабского языка назывался «лиздан аль араб», «кебаб» определяется как «такая табахаджа». Вот было принятое слово «табахаджа», но на самом деле это была уменьшительная форма от слова «табах». Это слово существует до сих пор, и оно, например, в персидском языке означает просто «сковородку» или глагол «жарить». Вот «табахаджа» – это вот что-то такое «жарененькое» в дословном переводе. И вот с помощью этой табахаджи определяли, что такое, собственно, кебаб. Вот именно из этого первоначального значения образовались разные ответвления. Например, уже в древние времена был известен «ташкебаб», дословно «кебаб из миски». На самом деле это было тушеное мясо, а не жареное. Добавляли воду, прежде чем начинать его жарить. А мясо на гриле, на решетке называлось еще «сива». И только позже появились уже такие привычные нам термины, как «шишкебаб» или «сиххебаб», которые в точности означают именно вот это – небольшие кусочки, нанизанные на палочку. Иногда говорят, что вот в странах Ближнего Востока и в Турции есть очень популярное блюдо, которое называется «кибе». Это, в общем-то, как котлета. Это фарш из баранины или из другого мяса, иногда из смеси разных мяс. И у него есть начинка из лука, обычно туда добавляется булгур, такое дробленое зерно. Что вот этот «кибе» тоже происходит от «кебаба». Нет, ничего подобного. Лингвисты знают, что это совершенно разные слова, и созвучие это случайно. А зато вот «кюфта кебаб» и «люля кебаб» или «люле кебаб» – это уже, конечно, родственники, и они, собственно, представляют из себя кебаб из заранее молотого превращенного в фарш мяса. Кстати, вот эта «кюфта» постепенно вытеснила более древнее арабское слово, которое для этого было предназначено. Оно звучало как «бундук». Оно существовало еще в те времена, когда арабы постепенно завоевывали Испанию, и мы это можем видеть сегодня, потому что очень распространенное испанское блюдо под названием «альбондига» – это, собственно, фрикадельки, ничего особенного. А оно происходит вот от этого «бундуга», конечно. Ну, теперь про «шампур» надо поговорить. Вот оно уже совершенно неотделимо в нашем понимании от темы шашлыка. Вот оно совершенно не арабского происхождения, а удивительным образом армянского. Если мы с вами залезем в самый авторитетный справочник о происхождении слов русского языка, это знаменитый этимологический словарь, который составил немецкий лингвист русского происхождения Макс Фасмер. Вот там прямо сказано, что слово «шампур» в значении «вертел» заимствовано из армянского языка, где оно звучит как «шампур» или «шаппур». В грузинском оно тоже существует в таком варианте «самфури». И, в свою очередь, туда они пришли из сирийских диалектов, где звучали как «сапуха». Но давайте все-таки вернемся к истории самого распространенного по всему миру названия «шиш-кебаб». Самое раннее литературное свидетельство о вот этом слове «шиш» в тюркских языках в значении вот какого-то гастрономического термина, а именно как раз в значении мяса, которое жарится на вертеле, содержится в очень древнем источнике, в энциклопедии тюркских языков, которая называлась «Диван Лухат Аль-Тюрк». Это очень важные всеобъемлющие слова тюркских языков, который был составлен одним из старейших, известных вообще в человеческой цивилизации филологов, как теперь бы сказали, лексикографов. Это был такой мудрец по имени Махмуд Ибн Хусейн Ибн Мухаммад Аль-Кашгари, или просто Махмуд Кашгарский. Он родился в Кашгаре, это столица древнего государства караханидов, такой эмират, который существовал относительно недолго, в 9-10 веках, и покрывал большую часть территории современных стран Центральной Азии. Вот как раз те районы, где сегодня там Мухара, Ташкент, Самарканд, Фергана, и более южные, которые теперь оказались на территории Китая, вот в уйгурском автономном районе, как раз это территория этого вот караханидского государства. Там этот Аль-Кашгари родился, изучал тюркские языки, потом ехал в Багдар, и известно довольно точно, 1072-1074 годы, это вот время, когда он составлял свой словарь, и, между прочим, там внутри этого словаря много всяких совершенно исключительной ценностей документов. Например, там появилась самая ранее известная карта территории, которые были населены тюркскими народами. Она сохранилась до сих пор, она хранится в Национальной библиотеке в Стамбуле, и вот именно эту картинку вы чаще всего можете видеть где-нибудь в интернете, если погуглите, кто такой Махмуд Кашгарский. А нам он интересен тем, что он первый описал слово «шиш-кебаб» в нужном нам смысле. И дальше вот эти кебабы, шиш-кебабы стали распространяться по всему миру именно вместе с исламским влиянием. Например, один из самых распространенных, самых массовых шашлыков на свете сегодня. Индонезийский, малазийский, тайландский, сингапурский и так далее. Сатай, мы с вами чуть позже поговорим о нем подробнее, он попал на эту территорию из Индии вместе с мусульманскими торговцами. На Балканы вот эти самые чевапчичи, несомненно, тоже попали вместе с мусульманами. И до сих пор мусульманские боснийцы и албанцы чаще всего специализируются на этих кебабах, держат соответствующие рестораны, продают их на улицах и так далее. В Афганистане, в Северной Индии, в Пакистане тоже эти кебабы – это следы персидского влияния. Греческие, всякие сулаки и коломаки, теперь они очень часто готовятся из свинины, но это уж более позднее влияние, а на самом деле, конечно, это свидетельство гегемонии ислама, которая тут держалась на протяжении довольно долгого времени. Но, конечно, задолго до появления исламской, арабской цивилизации мы с вами можем видеть, что традиция приготовления того, что мы теперь называли бы шашлыком, ну, еще раз, еще раз оговариваемся, конечно, никому не приходило бы это назвать шашлыком в те времена. Традиция приготовления мяса на шампурах, на вертелах, на спицах, на всяких вращающихся штуках, она существовала еще в античном мире. Есть очень старые накопки. Например, есть просто невероятно ценное для археологов, которые занимаются античным временем, место на острове Санторини, недалеко от южной его оконечности, называется Акротири. Там очень много чего нашли интересного. И, в частности, нашли мангал из обожженной глины, в котором вот жарили шашлык в 17 веке до нашей эры. Это предмет минойской культуры. Это одна из самых древних античных цивилизаций, которая была развита на Крите и в континентальной части Греции, в Пелопоннесе. Это минойская цивилизация. Известна своими знаменитыми минойскими табличками разных видов и потрясающей историей их расшифровки. Так вот, там нашли такие две штуки, которые по-английски называются fire dogs, как бы огненные собаки. На самом деле это такие дощечки, в данном случае глиняные, но они могли бы быть и каменными, могли бы быть и бронзовыми. Это две симметричные опоры, как бы боковые стенки от мангала. Они как-то украшены, у них на концах есть такие довольно изящные бычьи головы, вылепленные из этой глины. Посередине у каждой имеется ручка, можно за эту ручку браться и двигать эту стенку ближе или дальше от другой, как-то делать мангал этот шире или уже. А сверху пропилены такие одинаковые углубления, собственно, куда укладывались эти вот шампуры или эти вертела, что там они, на чем они там жарили. А внизу есть совершенно отчетливая линия круглых дырочек для притока воздуха, чтобы угли горели жарче, чтобы они дольше не остывали. То есть мы можем быть уверенными, что там жарили на углях, а не на огне. Понятно, что следы всех этих гастрономических манер надо искать еще и в древних античных литературных памятниках. Раз есть археологические находки, значит, должны быть и лингвистические находки. И они там есть. Причем они есть в самом потрясающем месте. Они есть в Илиаде Гомера. Это древнейший, крупнейший из сохранившихся на наших дней памятников древнегреческой литературы. Через полминуты продолжим. А пока я хочу только вам сообщить, что на сайте Литрес вы можете найти коллекцию из первых 12 серий «Судьи еды», собранных в виде аудиокниги. Если вы привыкли слушать именно аудиокниги, а не подкасты, за рулем, на беговой дорожке в спортзале, гуляя с собакой или просто греясь на солнышке, это как раз для вас. Скачайте на Литресе и загрузите в смартфон пока первую коллекцию. А мы вот-вот выложим и вторую. Там выйдет сборник со следующей дюжиной историй. Ну и вот прям сначала. Песнь первая Илиады называется «Гнев». Там, собственно, изложена предыстория Троянской войны. Ахейцы осаждают Трою во главе с царем Микен Аганемноном. У него случилась ссора с Ахиллом, который оброняет Трою. И вот они там приносят в какой-то момент богатые жертвы богам. Но жертвы довольно странные. Там масса каких-то подозрительных гастрономических деталей. Такое впечатление, что вот это мясо, которое они там жертвовали, оно предназначалось не только богам. И вот все эти жертвенные животные, они не должны были вот совсем уж как-то без остатка сгореть на этих жертвенных кострах. Прямо превратиться в угли и в пепел. Не похоже. Потому что мы там обнаруживаем совершенно отчетливое древнее руководство по изготовлению барбекю в походных условиях. Есть несколько классических переводов Илиады. Есть старый перевод Николая Ивановича Гнедича. Он сделан в начале 19 века, в пушкинские времена. Есть более поздний, 1930-е годы. Это перевод Викентия Викенча Вересаева. Он как-то немножко посовременнее, и он легче читается. Поэтому давайте вот из двух переводов я выберу этот более поздний. Хотя, уверяю вас, у Гнедича это все тоже есть. Совершенно отчетливо можно обнаружить. А у Вересаева так. Стали ахейцы молиться, осыпали зернами жертвы. Шеи им подняли вверх, закололи и кожей содрали. Вырезав бедра, затем, обрезанным жиром в два слоя, их обернули и мясо кусочки на них положили. Сжег их старик на дровах, багряным вином окропляя. Юноши, около стоя, в руках пятизубцы держали. Бедра, придавшие огню и отведавшие потрохов жертвы, прочее все на куски разделив, вертелами проткнули, сжарили их на огне осторожно и с вертелов сняли. Кончив работу, они приступили к богатому пиру, все пировали и не было в равном пиру обделенных. Так, что мы тут видим? Мы видим, что от жертвенных животных отделяют лучшие части, а именно ножки, окорока. Их оборачивают дополнительным слоем жира, возможно, даже свиного сала. Подсовывают туда, здесь и там, еще всякие хорошие кусочки мяса от самых вкусных мест. Наверное, всякие ребрышки, филейную часть и прочее. Во время жарки поливают это мясо вином. Мясо держат на пяти зубцах, то есть на вертелах с несколькими остриями. Это удобно делать, если куски мяса плоские и широкие. Тогда их легче переворачивать. Одновременно с мясом еще жарят всякие потрохи, то есть ливер, всякую печенку и прочие там субпродукты, ровно так, как это делают с большим пониманием сегодняшние специалисты по жарке шашлыка. Потом остальные части туши, менее ценные, тоже делят на куски, протыкают вертелами. То есть это уже совершенно классический шашлык. Вот битым словом написано в Илиаде, еще раз, 12-13 век до нашей эры. Прямо встречаем там гастрономическое руководство. Это еще не все. Читаем дальше. Девятая песня, эпизод посольства к Ахиллесу. Это уже война движется более-менее к финалу. И соратники Агамемнена его уговаривают кончить войну, заключить мир. И вот они все решают послать для переговоров с Ахиллом героев. Аякса, Одиссея, Феникса и других. Дают им подробные инструкции, как вести переговоры, что предлагать за заключение мира. Они туда отправляются. Ахилл их встречает в своем шатре. И встречает приветливо. И вместе с помощниками устраивает им богатая барбекю-пати. Ну, в смысле, закатывает им пир. Вот опять перевод Тверисаева. Звучит так. В креслах, коврами покрытых пурпурными, их рассадил он. И обратился тотчас же к стоявшему близко Патрокулу. Ну-ка, Минетев сын, приготовь-ка нам кратер побольше. Смесь в нем покрепче заправь. И поставь перед каждым покупку. Кратер – это такая огромная чаша, размером с большое ведро, в котором смешивали вино с водой и иногда со всякими специями. «Самые милые мужи жилище мое посетили», – так говорил он. Патрокул дорогого послушался друга. Доску большую пилит пододвидул к сгоревшему свету, выложил на доску спины от жирной козы и барашка. Так же хребет и от туши боровьей, лоснящийся салом. Автомидон дыр держал, рассекал ахиллес благонравный, и разделял на куски, и на вертел нанизывал мясо. Жаркий огонь между тем разжигал Минетит благородный. После того, как дрова догорели и пламя погасло, уголь разгреб он. И вертел, его утвердив на подпорках, с мясом над жаром поставил, божественной солью посыпав. После того, как куски он обжарил и бросил на столах, хлеба достал Минетит и в красивых корзинах расставил по столу. Мясо же сам ахиллес разделил меж гостями. Так, а тут что? Ну, тут картина опять совершенно ясная. Спины от жирной козы и барашка. Это что? Это баранье и козлячья корейка. Это ребрышки. Это то, что мы теперь назвали баральними котлетками. Дальше. Хребет от туши боровьей, лоснящийся салом. Это свиные отбивные. То есть, по всей видимости, это цельная свиная корейка. Это вот такой полено мяса вдоль хребта, собственно, и расположено. Покрытая слоем сала, как мы хорошо знаем. И, видимо, шкуркой, которая потом становится такой прекрасной и хрустящей. Замечательный кусок свинины для запекания и для зажаривания целиком. Вот Жан-Антель Брия-Саверен, основатель французской гастрономической философии и автор великой книги «Физиология вкуса», мы ровно в предыдущем выпуске по поводу всяких салатов о нем говорили. И он в свое время выдал такой афоризм, что поварами становятся в течение жизни, а вот ростером, ну, по-французски это «ротисер», то есть специалистом по жарке мяса на огне, надо родиться. Ну, вот такое впечатление, что этот ахилл был прям прирожденный «ротисер» и хорошо понимал в этом шашлычном искусстве. Ну, вот, значит, он разделял на куски и навертел, нанизывал мясо, это нам прекрасно знакомо. И вот, что еще важно, уголь разгреб он и вертел его, утвердив на подпорках с мясом над жаром, поставил божественной солью посыпав. Ну, то есть, вот он вам, этот самый мангал, который был найден на Санторине, и они жарят на углях, не на открытом огне. Все эти шашлычные материи еще много где можно встретить в других античных произведениях. Например, вот есть комедия Аристофана о Харнане, и это тоже очень древний текст, считается самой древней из дошедших до нас античных комедий. 425-й год до нашей эры, не Ильиада, конечно, но тоже, слушайте, 5-й век до нашей эры, я серьезно. И вот там герои несколько раз сообщают, то там, то тут, что собираются что-то жарить на вертеле. Главный герой по имени Дикий Ополь, это значит справедливый гражданин, он один раз восклицает, и вертел дайте мне, дроздов сейчас поджарю я. Значит, они не только туши каких-то больших животных разделывали, а маленьких птичек тоже готовы были употреблять таким же способом. Вот эти вот вертела, как мы бы сейчас сказали, шампуры в греческих текстах звучали как обелос. А если они были маленькие, такие палочки для нанизывания относительно небольших кусочков, то они назывались обелискос. Где-то мы встречали это слово, правда, немножко в другом контексте. Но, в общем, ничего особенно удивительного, потому что, что такое обелиск? Ну, это такая спица, такая штука, которая стоит торчком, на что нанизано, что там небо на него нанизано, как на шампур. Так что вот всякие шашлыки и кебабы были популярны очень-очень давно, хотя, конечно, сам термин кебаб утвердился гораздо позже, как мы видели. И ареал его распространения – это Турция, Ближний Восток, Закавказье. А дальше весь этот принцип и вся эта техника стали общепринятыми и общедоступными. И вот тут начинают всякие национальные варианты, в зависимости от климата, то есть от ассортимента доступного сырья, от всяких национальных особенностей, от культурных и религиозных ограничений, вообще от склонностей национального характера, от особенностей местного образа жизни. Что используется в качестве исходного продукта? Какое мясо, какая птица, рыба, морские гады? Как это предварительно разделывают? Как это нарезают? Чем это приправляют? Предварительно приправляют. В процессе приготовления. Уже в готовом виде. Вот если комбинировать эти варианты, получается буквально неограниченное поле для выдумки и для творчества. И, конечно, разные народы мира эту выдумку и это творчество нам демонстрируют. Конечно, мясо, которое используется для приготовления шашлыка, очень часто в чем-нибудь заранее выдерживают, то есть маринуют. Иногда в сухих специях, иногда в специях и в масле, иногда используют какие-то кислые среды, уксус, вино, иногда там появляются какие-то пряные травы, вроде там, не знаю, орегано, майорана, всякие растертые лавровые листья, всякие пряности, специи. Так и одной фуагра, ничего подобного. Барашет эти можете видеть в самых разных французских регионах, в самых разных вариантов. Баранины там очень много, например, используются для этого. Греческая, конечно, замечательная культура, вот все вот эти сувлаки. Правда, на наш негреческий вкус надо с сувлаками быть осторожным, потому что греки норовят очень сильно их зажаривать. Буквально до хруста превращать это в какие-то мясные чипсы. Я лично небольшой любитель, но сами смотрите. Балканские страны, особенно Сербия, это вот все эти бесчисленные челамчичи, в основном из мясного фарша, с которого формируют всякие котлетки, всякие колбаски, большие, маленькие, длинные, круглые, такие-сякие, всякие. Кавказ, ну, прежде всего, армянский хоровац, за которым и надо ехать в Армению. Совершенно выдающаяся культура шашлыка там. Ну, несомненно, шашлыки в Грузии, шишлик в Азербайджане, джуджекебаб в Иране, сихкебаб в Индии. Корея и Китай тоже, в общем, не отстают. В Корее это принимает форму пульгоги. Они большие любители как-то очень тонко обрабатывать предварительно мясо. Берут для этого особенные всякие части. Больше всего, на мой взгляд, удаются им разные ребра, особенно говяжьи ребра, тоже в специальных маринадах. В Китае, надо сказать, это не самое главное, что есть. Это, скорее, уличная еда. В Китае все эти шашлычки называются чуань, и дальше обычно есть какое-то добавление, продление этого слова, которое означает, из чего этот чуань. Куриный он или бараний, говяжий, какой он там еще бывает, утка, может быть. Но, в общем, Китай, конечно, не самая шашлычная страна на свете. Поразительным образом я бы сказал, что и Америка не самая шашлычная страна на свете, при всей их бесконечной национальной любви к барабе. На заднем дворе каждого американского дома стоит прибор, с помощью которого можно жарить мясо над углями. Но это не столько шампуры, сколько решетка. Американцы все-таки предпочитают закрытый мангал с крышкой, в котором развивается довольно высокая температура, или, наоборот, можно невысокую температуру, но зато поддерживать очень долго. И там сочетаются возможности и жарки, и запекания, и копчения одновременно в разных комбинациях. Чаще всего все это на решетке. И американская культура барбекю прекрасна. Она необыкновенно развита, и есть потрясающие авторы, изумительные книги. Время от времени происходят всякие необыкновенные фестивали и ярмарки. Но это не шашлык. И надо все-таки про это помнить. Если вы попытаетесь какому-нибудь американцу продемонстрировать шашлык в армянском или каком-нибудь турецком вкусе, он, скорее всего, очень удивится. И прежде всего он удивится тому, что вы режете мясо так мелко, и оно остывает. Вот что, по моему собственному опыту, американцев обычно пугает. Они любят, чтобы мясо, вынутое из этой самой барбекючечницы, было горячее, с пылу с жару. Хорошо, чтобы оно было обмазано всякими еще соусами и глазурями. А шашлык им кажется каким-то слишком торопливым и суетливым. Но зато есть две страны. Точнее, в одном случае страна, а в другом случае группа стран, которые превратили шашлык буквально в национальное помешательство и огромную, очень глубокую, очень распространенную культуру. Не там, не там, это шашлыком не называется. Первое, о чем мне бы хотелось поговорить подробнее, это сатай или сатэ в разных странах. Чуть-чуть по-разному это произносится. Это страны Индийского океана. Индонезия, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка. Ну, на Шри-Ланке он стал буквально основным блюдом местной кухни. В результате влияния Малайской общины, которая туда переселялась. А во всех остальных странах, по всей видимости, триумфальное шествие этого блюда надо объяснять экспансией из Индии. Вообще, индийцы в этом регионе, то есть на островах Индийского океана, и это же относится, кстати, к восточному побережью Африки, они сыграли роль вот того, что, скажем, замечательный американский историк Юрий Слезкин в своей книжке «Эра Меркурия», которая посвящена истории еврейского народа, называет «меркурианскими народами». То есть индусы стали такими евреями Индийского океана. То есть народом, который брал на себя всякие специфические функции, связанные с изолированностью этих людей, обычно иммигрантов, пришлых, выключенных из местной культуры, но зато готовых выполнять всякие особенные обязательства, связанные там с торговлей, связанные с финансовым оборотом, связанные там с тем, что мы назвали бы, юридическими услугами и так далее. И вот эти самые индусы Индийского океана, путешествующие в больших количествах и постепенно заселяющие все эти страны, они несли с собой вот эту вот шашлычную культуру, которая приобрела довольно специфический вид. Прежде всего, она сильно измельчала. Вот автор очень важной книжки «Энциклопедия китайской и восточной кулинарии», ее зовут Дженнифер Брэннон, она пишет. Хотя Таиланд и Малайзия претендуют на это блюдо как на свое собственное, его происхождение в Юго-Восточной Азии, скорее всего, надо везти с Явы в Индонезии. Там сатай был разработан на основе индийского кебаба, привезенного мусульманскими торговцами. Даже Индия не может претендовать на его происхождение, потому что там он стал, в свою очередь, наследием ближневосточного влияния. Ну вот нам важно, что индейцы привезли, и шашлычки стали там маленькими. Вот, вероятнее всего, оттуда, с Явы, это все началось где-то начиная с начала XVIII века, не так уж давно, между прочим. И индонезийские историки говорят, что слово существовало раньше, но предназначалось для совершенно других блюд, а само явление появилось вот так поздно. Сатай этот, это нарезанное небольшими обычно кубиками, или ломтиками, или полосочками. Курица, ведь баранина, иногда козлятина, иногда говядина, часто свинина, может быть и рыба, могут быть всякие морские гады, а могут быть всякие экзотические сорта мяса. Мясо черепахи, крокодила, ящерицы, змеи. Ну, больше всего, конечно, распространена курица и свинина. Дальше маринад. Используют разные смеси соевого соуса и разных вариантов соевого соуса. Из сока лайма и других кислых фруктов. Кокосовое молоко там участвует, арахис часто участвует, пальмовое масло, всякие специи, особенно острые чили. Часто используется куркума, отчего сатай в самых разных вариантах становится желтым. Вот как бы традиционный его цвет, вот такой с ярким желтым оранжевым оттенком. Нарезают часто очень мелко. Вот в некоторых диалектах, в названиях местных вариантов сатая, присутствуют всякие слова, которые обозначают разных насекомых. Типа муха. Вот нарезать мухой. Все это нанизывается на палочки. Очень редко металлические, гораздо чаще. Либо бамбуковые, либо еще используют вот центральную прожилку от листьев кокосовой пальмы. Она дает такую вот аккуратную круглую палочку, ее легко заострить. И жарят на гриле, на дровах или на углях. А потом опять всякие соусы и приправы. Прежде всего в Индонезии это то, что называется кетчап манис. Сладкий соевый соус. Очень темный, густой, такой почти сироп. Там много пальмового сахара в нем. И сегодня в индонезийской кухне это самый популярный вид соевого соуса. Примерно 90% всех соевых соусов, которых много там едят, приходится вот на этот сладкий вариант. Очень часто используют специальный арахисовый соус. Его даже иногда сам соус, так и называют соус сатей. Хотя он предназначен прежде всего для того, чтобы сопровождать вот эти маленькие шашлычки. И уже в относительно недавнее время постколониальное сатай становится очень интересным примером распространения по миру через, казалось бы, какие-то посторонние национальные культуры. Ну, например, он очень глубоко внедрился в голландскую кухню. Понятно почему, потому что голландцев было много именно там, на островах Индийского океана. Была эпоха голландской и остынской комбании. Мы много раз с вами про это говорили. Это все очень важно, очень интересно. И жители Нидерландов, Голландии приняли индонезийскую кухню довольно глубоко. Она почти стала для них своей собственной. Почти в каждом голландском городе есть индонезийский ресторан, и часто не один. И почти в каждом голландском супермаркете вы можете найти всякие ингредиенты для индонезийской кухни. И в повседневной голландской кухне стало довольно много каких-то приемов, элементов и целых блюд, которые пришли вот оттуда. Ну, это примерно так, как индусы в Великобритании или как мексиканцы в Соединенных Штатах. Это уже своя совершенно никакая не экзотическая кухня. И очень забавно, что, например, обратно в Индонезию, через Голландию, вернулся Сатай из свинины, который первоначально в Индонезии был бы невозможен. Это мусульманская страна. Но голландцы его привезли назад, совершив круг. Или вот, например, Сатай совершенно неожиданно оказался популярным на вообще других концах света. Например, в Южной Америке, на берегу Карибского моря, где есть голландские владения, суринам в частности. Там это национальное блюдо. Или в Южной Африке. Вот это, кстати, отдельная вещь. Южноафриканский шашлык под названием сусати. Когда вы его первый раз увидите, вы удивитесь. Он совершенно армянский или грузинский шашлык. Он и выглядит так, и по вкусу очень похож. Вот это забавно, что там, в Южной Африке, этот самый Сатай, придя оттуда из Индонезии, из Малайзии, вместе с индусами, или вместе с голландцами, которые в истории Южной Африки сыграли, как мы знаем, ключевую роль. Собственно, бурые – это кто такие? Это голландцы. Так вот там этот Сатай разросся обратно до размеров первоначального шашлыка. И приемы работы с ним и приготовления его очень похожи на то, что нам с вами знакомо по Кавказу, по Ближнему Востоку. Также точно маринуют в луке. Правда, есть какие-то свои особенности. Ну, например, там, в Южной Африке, так почему-то сложилось, что достаточно часто важным ингредиентом при приготовлении шашлыка оказываются всякие сухофрукты, в особенности чернослив и курага, сушеные абрикосы и сушеные сливы. Очень любят южноафриканцы прослаивать шашлык этими вот сушеными абрикосинами, например. Или еще в процессе жарки обмазывают это как глазурью сиропом от абрикосового варенья. Я пробовал несколько раз, очень вкусно. Абрикосовое варенье или сливовый джем. Попробуйте как-нибудь, неожиданно, но очень здорово и очень красиво. Через минуту продолжим. А пока напомню, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Этот подкаст требует большого труда и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. За этот год на Патреоне, это такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов, собралось целое сообщество любителей и знатоков гастрономической истории. Для них каждый раз, каждая серия публикуется в особой версии. Это расширенная авторская версия со всякими увлекательными подробностями, с дополнениями, с ответвлениями от основного сюжета. Она доступна только подписчикам на Патреоне. А еще мы время от времени встречаемся в прямом эфире в стриме на Ютюбе. Тоже в режиме «Только для своих» и обсуждаем насущные историко-гастрономические темы. Ну и, наконец, я там же, в Патреоне, выкладываю постепенно свою собственную коллекцию кулинарных рецептов. Проверенных, надежных, честных. Я много раз так готовил и вам советую. Это всегда получается. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Патреон и подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. Патреон.ком.слэш суд, нижнее подчеркивание, еды. Большое спасибо. Ну и еще одна страна, которую мы обязаны с вами отдельно упомянуть в смысле шашлыка, это Япония, где Якитори – это король уличной еды. И такое впечатление, что японцы полюбили эти вот маленькие шашлычки на коротеньких палочках, прежде всего из каких-то бытовых соображений, из-за удобства. Это идеальная еда, чтобы ее употреблять стоя, на ходу, на бегу, буквально на один укус. Чаще всего эти Якитори продают с уличных лотков и тележек. Они называются едай. И их можно встретить на всяких праздниках, на гуляниях, на ярмарках, в парках. А можно просто в городах, там, где большие потоки прохожих. Где-нибудь вблизи какого-нибудь вокзала, или станции метро, или в оживленном торговом квартале. Вы увидите или вот эти самые лотки, или традиционные японские заведения, которые называются Изакая. Это что-то вроде японского такого паба или бара. Вот такие небольшие ресторанчики, где люди, в общем, больше выпивают, чем едят. И там обычно предлагается всякая довольно немудрящая закуска, быстро приготавливаемая. В основном это просто закуска к выпивке. И там вот эти вот шашлычки Якитори пользуются очень большим спросом. Ну и, конечно, есть специализированные заведения. Они называются Якитория. Да, вот эта самая сеть Якитория, которая много лет существует в России, она совершенно не случайно называется так. Это название повторяет традиционное японское. Но, правда, в Японии это чаще всего не такие здоровенные рестораны, как в России, а это какие-то небольшие компактные лавочки, где часто еду предлагают только на вынос. Ну, иногда есть и столики, можно там сесть, и это такой какой-то относительно небольшой ресторан. Якитории эти поглощают в громадных астрономических количествах. И в Японии очень распространены всякие технологии массового изготовления этих шашлычков, когда сначала вот это мясо или курицу, ну, или какой-то другой ингредиент, там часто используются всякие субпродукты, печеночки, сердечки, какие-то морские гады, кусочки моллюсков, осьминогов, или креветки, или кусочки рыбы. Все это чистят, разделывают, нарезают, нанизывают на палочки, и только потом как-то приправляют, маринуют, чем-то намазывают, и прочее. С 1970-х годов в Японии широко распространилась индустрия такого массового промышленного производства полуфабрикатов для Якитории. Их продают заранее приготовленными, они бывают в вакуумных упаковках, бывают мороженые, бывают даже в консервных банках, уже сразу заранее в маринаде. Вот я в начале 80-х годов, когда только начинал быть журналистом, и у меня появились в Москве друзья, всякие иностранные журналисты, я однажды попал на такой дворовый праздник в одном московском доме, находился на Садовой самотечной улице, иностранцы его называли Сетцем, и там традиционно жили журналисты разных иностранных изданий, там были всякие карпункты разных западных и восточных газет, телекомпании, радиостанций, и вот они там раз в год устраивали во дворе такой большой пикник, и там было несколько японских журналистов с семьями, и я однажды увидел, как они выволокли ну просто громадную консервную банку размером с ведро или больше, и там были заранее нанизанные на маленькие палочки такие крошечные куриные крылышки и ножки, и мы спросили, что это, и японцы стали говорить, это воробьи, ну на самом деле, конечно, это были не воробьи, это были такие совсем маленькие цыплятки, вот я тогда посмотрел, как это устроено, вот эти самые индустриальные якитории японские, отдельная тема, в чем они жарятся, конечно, сейчас можно купить множество всяких электрических или газовых устройств, иногда они бывают совсем маленькие, такие настольные, что-то вроде такого положенного на бок тостера, но если вы спросите настоящего японца, то он вам скажет, что правильные якитории могут быть пожарены только на древесном угле, потому что он дает очень высокую температуру, очень чистый жар, без дыма, без пара, никакой нет воды, и поэтому вот получается правильный цвет, правильная корочка, все, что надо, хрустит и так далее. С этим углем, кстати, связана отдельная история. В Японии есть специальный, особо ценный уголь, называется бинчотан, так называемый белый древесный уголь или благородный уголь, и традиция его изготовления, она, в свою очередь, очень старинная, она появилась еще в эпоху Эдо, это такой легендарный период японской истории, с начала 17-го по середину 19-го века, и вот тогда появился такой особенный древесный уголь, его стали производить в определенном месте, в префектуре Вакаяма, это на юго-востоке острова Хансю, пережигали для этого древесину очень особенной породы дубов, которые там росли, такой вечно зеленый вид дубов, называется убаме, по-японски. И вот эта Вакаяма до сих пор остается крупным производителем вот этого высококачественного древесного угля, который с большой торжественностью продается по всей Японии, специально вот для любителей этих высококачественных Якиторий. Существует целая индустрия имитации этого угля, делают его из прессованного древесного угля с опилками, время от времени возникают какие-то громкие скандалы с разоблачениями, когда выясняется, что какой-нибудь знаменитый ресторан опустился вот до использования подделок. Но на самом деле это, во-первых, действительно очень эффективно, он горит при чрезвычайно высокой температуре, жарче, чем каменный уголь, а во-вторых, он красивый, он сохраняет форму веток и вот кусков древесины, из которых он был пережжен. Очень твердый, издает буквально такой металлический звон, из него иногда даже делают музыкальные инструменты, вроде ксилофонов. Ну и теперь, может быть, самое важное. Давайте пройдем некоторую общую теорию, она важна, по-моему. Давайте с вами говорить про, собственно, шашлык сейчас. Отринем всякие субпродукты, всякие морские продукты. Будем говорить с вами про мясо. Хотя шашлык из чего только не делают. Хоть из фруктов. Я, например, пробовал и ананас, и персики, и арбуз. Не скажу вам, что это очень вкусно, но мы сейчас с вами про это говорить не будем, займемся классикой. Шашлыком из мяса. И вот тут важно сказать, пожалуй, самое главное, что шашлык хорошо получается из хорошего мяса. Из высококачественного, из свежего, из отборного. Очень хороший шашлык из очень хорошего мяса. Если мясо исходное у вас дрянь, то вы и получите в результате всех ваших ухищрений какую-нибудь гадость. Любые попытки исправить с помощью шашлыка плохое мясо, вот засунуть его в какой-нибудь маринад, чтобы жесткое мясо стало мягким, чтобы старое стало молодым, чтобы слегка тухловатое опять стало свежим. Это попытки, обреченные на не просто неудачу, а на катастрофу. Не жалейте. Возьмите хорошее мясо, и у вас получится замечательный шашлык. Чье мясо? Ну вот есть споры, которые мы бесконечно слышим, что лучший шашлык из свинины, нет из баранины, нет из говядины, нет из телятины. Я бы сказал, что хороший шашлык можно сделать из любого из этих четырех видов мяса, но вот в том порядке, в котором я их назвал, в этом порядке и располагаются мои лично предпочтения. Я считаю, что лучший шашлык с виной, следом за ним баранина, потом говядина, потом телятина. Телятина все-таки немножко туповата на вкус, она не очень выраженная, и сильного аромата вы особенно из нее не добудете. Теперь как это выбирать? Для шашлыка хорошо мясо, в котором есть структура, в котором есть какие-то перемежающиеся слои, и, собственно, волокон мышечных, и жира. Поэтому я бы не советовал выбирать какие-то особенно постные части, ну, например, говяжью вырезку. А советовал бы что-то, в чем есть какие-то жировые прослойки. Ну, вот там, свиная, например, лопатка. Прекрасно для этого годится. Бараньи всякие отбивные, или почечная часть, или тазобедренная часть. От говядины прекрасно тоже идут всякие ребра, и то, что вокруг этих ребер, там тоже есть какое-то количество жира. Но будьте осторожны и не используйте, конечно, для жарки те части мяса, которые предназначены скорее для долгого тушения, или для варки, где много соединительной ткани. Это вот всякие рульки, голяшки, шея и всякое прочее. Это отлично пойдет в вареном или тушеном виде, а в качестве шашлыка все-таки будет жестковато. Маринад. На мой взгляд, идеальный маринад – это лук. Если ваше мясо достаточно хорошее, если оно действительно свежее, если оно не перемороженное, если оно не перестарок какой-нибудь, то если вы нарежете мясо правильным образом и смешаете его с большим количеством хорошего, свежего, свеженарезанного лука, то вы и получите наилучший маринад. Добавьте всяких немудрящих специй, соли, черного перца, может быть, паприки, может быть, немножечко острого перца. Да и, в общем, пожалуй, все. Мне кажется, что хорошее мясо, оно так здорово работает само по себе, оно, в общем, не требует ничего такого особенного. Можно немножко ускорить маринование, добавив чего-нибудь кислого. Немного. Ну вот на большую кастрюлю стакан или меньше либо уксуса, либо лимонного сока. Лучше слегка разбавить водой, чтобы это не было слишком ядовито. Я не любитель использования всяких зверских размягчительных средств, типа киви, например, которые очень любят посоветовать для плохого старого мяса, что, дескать, он сейчас все вам размягчит. Он не размягчит, он разъест, превратит это в лохмотье. Вот. Интересный, кстати, вариант получается, если воду, которой вы разбавляете этот уксус, взять газированную. Такое впечатление, что пузырьки как-то способствуют и как-то помогают этому всему проникнуть внутрь. Заложите это все в большую кастрюлю, залейте, перемешайте. Лука не жалейте. Лук с мясом более или менее хорошо бы по весу один к одному, на килограмм мяса килограмм лука. Перемешайте, утрамбуйте, положите сверху какой-нибудь груз, поставьте в прохладное место, например, на нижнюю полку холодильника, и потерпите. Недолго, нет совершенно никакого смысла, чтобы это мясо кисло у вас сутки или даже целую ночь. Обычно двух, трех, четырех часов бывает совершенно достаточно. Ну и дальше, собственно, жарко. Помните, что когда вы ваш шампур с шашлыком укладываете на мангал, вы его подвергаете одновременно трем воздействиям. Во-первых, он жарится на том, что называется лучистая энергия. То есть, собственно, вот на свете, на лучах жара, которые источают угли. Во-вторых, дым, который создает эффект копчения. И, в-третьих, горячий воздух, который поднимается от углей. Вот эта третья вещь вредная, потому что она ничего не жарит, а сушит. Что касается дыма, то не надо преувеличивать. Легкий привкус копчености у вас, может быть, появится, но особенно серьезно вы не будете это ощущать. А, например, бросать на угли какие-нибудь веточки, щепочки, специально какие-нибудь особо пахучие, ароматные или какую-нибудь кору чего-нибудь, чтобы вот оно давало более пахучие. Да, бессмысленно, потому что это просто все загорится, и вам придется это тушить. Главное, что вас интересует, это, собственно, вот жар углей. Угли должны быть действительно горячие, буквально раскаленные. Мясо должно лежать к ним близко, но не настолько близко, чтобы оно у вас немедленно сгорало. Это все опытным путем вы установите, но, в общем, имейте в виду, что это самое ценное и самое важное, что у вас есть. И последнее. Пожалуйста, я вас очень прошу, дайте мне честное слово, что вы никогда не будете использовать для шашлыка каких-нибудь посторонних жидкостей. Вы не будете ничего мариновать в Кока-Коле и в кетчупе, и, я не знаю, в каких-нибудь майонезных смесях. Не делайте этого, пожалуйста. Лучше обыкновенного лука с черным перцем вы никогда ничего не придумаете. Если вам хочется потом добавить каких-нибудь дополнительных вкусов или чего-нибудь такого, помажьте уже готовое. Ради бога, поставьте на стол ваш томатный соус или помажьте готовый шашлык какой-нибудь глазурью. Вот я немножко раньше говорил про то, что в Южной Африке используют сироп от абрикосового или сливового варенья. Очень советую. И разные другие варенья попробуйте тоже. Но не на этапе маринада. Вот там это вам точно не пригодится. Короче говоря, вы поняли, что шашлык простая вещь, качественная. Вещь, в которой нужно обращать внимание на класс тех ингредиентов, которыми вы пользуетесь. Масло так оливковое, уксус так винный, перец так свежемолотый, лук так совсем свежий, душистый, только что нарезанный, а главное мясо наилучшего качества. И все получится. И будет вас радовать в тысячи вариантов, которые вы придумаете сами. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суд еды». Поддержите этот наш подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна судь еды. А без вашей помощи гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Спотифае, на Тюныне. Везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Бархоменко. Счастливо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok